Здравствуйте! В эфире программа «Молния» в студии Ксения Шереметьева. В Британии приступили к проверке источников доходов богатых россиян. Британские госорганы в начале года получили право требовать объяснений, откуда появился капитал у иностранных владельцев недвижимости и активов стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет объяснить это, на его собственность наложат арест. После инцидента в Солсбери по делу Скрипалея власти расширили расследование именно в отношении бизнесменов, связанных с Россией. Сегодня выпускники российских школ сдают ЕГЭ по химии и истории. Лидер ЛДПР сегодня выступил в качестве общественного наблюдателя на экзамене по истории в одной из московских школ. Владимир Жириновский пожелал выпускникам удачи и дал несколько ценных советов по выбору будущей профессии. Председатель партии уверен, что отличный результат будет у тех, кто ничего не боится и верит в свои силы. Владимир Жириновский размышлял и о национальных особенностях этикета Соединенных Штатов Америки. Чего боится агрессор и какие меры предпринимают вашему вниманию фрагмент из авторской программы Владимира Соловьева. Фразу бы Трампа забыли во время предыборной кампании. Он хочет резко изменить ситуацию в мире. Почему мне это понравилось? Почему я говорил, что лучше нам Трамп, чем Хиллари? Хиллари продолжила бы линию Барака Обамы, младшего, старшего. А здесь действительно революция. Но это революция против Европы. И нам это выгодно. И он с Ближнего Востока, в конце концов, уйдет. У него своя нефть. И, может быть, даже и свой газ будет. То есть Трамп, мы его посоветуем сегодня 3 июня. 3 июня я советую Трампу отсюда, из прекрасного города Москвы. Значит, действуйте в том же направлении. Значит, самоизоляция. Он просчитал всю экономику. Будет намного дешевле. Не воевать с Россией опасно. Не особенно спорить с Китаем тоже не очень приятно. А все силы бросит, чтобы все пришло в Америку обратно. Ее промышленность. И в перспективе господствовать там, на американском континенте. И Мексика не будет угрожать, и Аргентина, Бразилия. Сделайте второй язык в Южных Штатах, испанский. И с Канадой нормальные отношения. Пусть будет супергосударство. Латино-американско-канадское. Вот там живите-си, и мы вас не трогаем. Мы вас не знаем. Кубы для нас больше нет. В Венесуэла нет в смысле идеологических, так сказать, что мы будем кого-то поддерживать. Красные флаги, марксизм. Это нет. Мы готовы какие-то отношения со всеми поддерживать. Но это разделиться нам. Чтобы Америка для американцев. Это доктина, Николай Васильевич. Доктина Жириновского. Я даже доктина Монрон Жириновского. Нет, сейчас доктина Жириновского. Не надо. Сейчас, это моя доктрина. Это я предсказывал победу Трампа. И приветствовал именно этот момент. Что Америка уходит. И вот теперь старушка Европа, вот она теперь хочет с нами дружить. Я напомню вам, Первая мировая война, значит, маршал Фош, значит, просит, помогите русские. Посол, палеолог прибегает Николаю Второму. Помогите, начните наступление. Иначе Франции конец. Немецкая армия снесла бы всю Францию. Все, ее бы не было. 1916 год. Через год революция в нашей стране, и французский посол Москвы говорит, да, Россия отстала от цивилизации, так ей и надо, пусть ей будет конец, пусть процветает Францию. Нельзя им никому верить, европейцам. И Трамп это понял. Это было неоднократно. То есть они просили о помощи. Мы послали 50 тысяч солдат. Мы все, что нужно делали, постоянно спасали, 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 все бесполезно. Мы тоже самое должны делать, но мы не должны самоизоляцией заниматься. Южное направление, Турция, Иран, Афганистан, Восточная, Китай, Индия на юге. И с Европой, конечно. Если они с чем-то хотят с нами сотрудничать. И с Америкой, но на равных. Политические прогнозы Владимира Жириновского пользуются популярностью у граждан нашей страны. Так безошибочно и точно только председатель ЛДПР прогнозирует кардинальные переменные как на мировой политической арене, так и внутри страны. Чтобы американцы знали, что я и здесь могу дать правильный прогноз. Путин будет 6 лет. Если мы сохраним институт президентства, то в марте 2024 года президентом станет Медведев. Еще на 12 лет. И появится новая команда только в 2036 году. Когда Медведев больше двух сроков не имеет права. Это один вариант. Второй. Конституция будет изменена. И вместо института президентства будет введен орган управления исполнительной властью Государственный Совет. Человек 30. Они будут на своем заседании избирать председателя с полномочиями президента. И у него будут заместители. И тогда не надо выборов. Никаких сроков. Никакой критики. Никаких дебатов. Они будут спокойненько во главе страны председатель Госсовета. Но при этом, чтобы демократию немножко выровнять, больше полномочий будет у Федерального Собрания. Госдума и Палата Совета Федерации. И больше полномочий у Конституционного Суда и Верховного. Ваша американская модель. Трамп ничего не может делать сейчас. Его может установить Конгресс, Сенат, Конституционный Суд Верховного. Мы так же сделаем. Ну вот два варианта. Или Медведев на 12 лет после Путина. Или же, так сказать, будет изменена Конституция, чтобы не было института президентства. Чтобы не избирали, а избирали на заседании Боссовета. Отказ от всенародного избрания президента России. Вот два варианта. Один из них сработает. Тогда что вы скажете, американцы? И этого прогноза вам никто не даст. Никто вам не даст. Я один даю, потому что опыт не меня, не кого нет в России. Да и во всем мире. А как вы считаете, во время выборов, были ли какая-то фальсификации, результат выборов достигнут честным путем или нет? Как общий итог, Путин победил. Но, возможно, меньше голосов. Допустим, не 76%, а 65%, 70%. Кстати, аналитики и чиновники предсказывали возможность и явка ниже, не 73%, а 65% от избирателей и процент голосования. В любом случае он победил, но виноваты чиновники. Я встречался с Путиным вместе с другими кандидатами в понедельник. Это было 19 марта. И я еще раз об этом сказал ему. И он еще раз повторил, что никаких указаний на места, ни он, ни его администрация, чтобы поднять явку или завысить его результаты, не давали. И я теперь это знаю сам. Потому что все делают чиновники. Я посмотрел мои результаты. Меня понизили там, где я в плохих отношениях с губернатором. Липецкая область на 2%. Кейнерово-Кузбасс-Тулеев всегда всех занижает. Мордовия и так далее. То есть все, что завысили для Путина, это сделали чиновники на местах. В России есть хорошая поговорка, которой нет у вас, у американцев. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Вот такие самодуры губернаторы и мэры в некоторых регионах России, возможно, завысили. Но в любом случае победа его всеми нами признается. Но, возможно, она была бы меньшей, если бы на местах. Почему они завышают всегда, все 30 лет? Они боятся, что их сместят. Что больше они не будут губернаторами. А потом тюрьма. У нас 5-6 губернаторов в тюрьме сидят. Поэтому это страх. Их за счет будущего, они думают, что если много будет голосов за Путина, то их оставят. Они заблуждаются. Всех их уберут в ближайший год. И у нас человек 20 новых губернаторов появится 9 сентября этого года. Самая главная ошибка Запада. Чем больше будет наскоков агрессивных заявлений, натиска на Россию, ограничений, санкций, оскорблений, унижений, страна 150 миллионов вся встанет в одном едином порыве. За Кремль, за Москву, за президента, за верховного главнокомандующего. И мы сметем с лица земли любое государство, которое посмеет нам предъявить какую-то ультиматуру. Если завтра скажет военкомат, вся страна встанет в очередь. Это будет 10-миллионная армия. И офицеры сегодня свою жизнь не щадят, закрывают солдата на своей территории. А тысячи офицеров готовы покончить жизнь, так сказать, свою жизнь отдать, но чтобы ни один натовский самолет не взлетел. Ни одна натовская ракета не призналась к нам. Все будет сметено. Ничего не останется в Европе. Америку трогать не будем. Далеко. Нам не нужна Америка. Но чтобы стояли чужие войска на нашей границе, мы это не можем позволить себе. Да нам угрожают каждый день, оскорбляют, унижают. Олимпийские игры нельзя. Гир не звучит. Флаг не поднимают. Символику запрещают. Мы это вам никогда не простим. 1 июня Владимир Жириновский вместе с депутатами Госдумы отправил первый в этом году партийный агитпоезд, который вернется в Москву 11 июня. Маршрут спецсостава пройдет через 11 регионов страны. Его пассажиры, активисты, депутаты ЛДПР встретятся с жителями Нижегородской, Владимирской, Рязанской, Ульяновской, Самарской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей. Команда поезда будет принимать обращения от граждан раздавать партийную прессу, подарки, сувениры с символикой ЛДПР. Партийный состав уже встретили жители Мурома. О том, как провожали, радовались и гордились в нашем сюжете. Игорь Николаевич, никакого алкоголя, ни одной сигареты. Только работать. Работать и работать. Кто с ума сойдет, вызывайте скорую, доставляйте. И телеграфируйте. Сколько человек сняли с поезда после чрезмерных нагрузок. Все по вагонам. Пусть вы все, взять три багажа. Всех, всех, всех по вагонам. Пусть все, пусть все, пусть все сядут и все нормально. Все по вагонам. Сейчас он пойдет. Сейчас пойдет, все. Все спокойно, чтобы было все в порядке, как всегда. Никакого алкоголя, никакого табака. С людьми ласково. Они вверх, любят их радость. Ласково. Стоит, пусть отправляется. Во всем соглашайтесь. Они правы во всем. И всем поможем. Обязательно. Вот, если прям нуждается, это письмо напишите. Нуждается в материальной помощи. Давай. До свидания. Слева. Давай. До свидания. Если останутся еще люди, и деньги, и питание, поезд поворачивайте дальше. Идите дальше. Идите дальше. До уборки. Это программа «Молния». Мы продолжаем. Краснодарский краевой суд оставил в силе судебное решение о взыскании 120 миллионов рублей со счетов Надежды Цапог в пользу родственников жертв резни в станице Кущевская. Напомню, там бандиты убили 12 человек из двух семей в пользу потерпевших. Единовременно можно взыскать только порядка 120 миллионов рублей. Несмотря на то, что представители потерпевших добивались в судах компенсации на сумму около 300 миллионов рублей. Год назад Надежда Цапог, мать лидера преступной группировки Сергея Цапка, была осуждена на 7,5 лет колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Члены ОПГ Цапка напали на дом фермера Аметова в станице Кущевская в ноябре 2010 года, где убили 12 человек, включая детей. Мы нашли архивную запись, где Владимир Жириновский комментировал действия преступников и властей. Ну и по Кущевке, конечно, попытка все-таки будет спустить на тормозах. Трех-четырех они осудят. Но только банда в Кущевке 200 человек. И мы усилили уголовное наказание за тех чиновников, которые связаны с оргпреступностью. Им божизненное заключение. А начальник РОВД Кущевского говорит, что вообще нет ничего. Он до сих пор говорит, что нет никакой преступности, никто ничего не боится. Ну что вы хотите еще? Если после того, как приехала из Москвы комиссия, такое никогда не было в истории России, в истории царской России, столько милиционеров, чиновников России. Приехали к ним, и все равно Ткачев говорит, что все в порядке. Я ему говорю, клуб ночной в Сочи действует 10 лет. Там и наркотики сажают молодежь в Сочинскую. Говорит, что вы, мы приняли правило, по которому несовершеннолетние не могут находиться больше 22 часов. Он русский язык понимает? Я сказал, клуб для молодежи. А 18 лет, а что не молодежь? 19, 20, 21, 22. Ты же не понимаешь, что я говорю. И клуб есть, и сочинская милиция знает, а он в другую тему. Нет, мы ввели правила, по которым даже на улице не могут находиться. Да, несовершеннолетние, но молодежь-то еще есть, несовершеннолетние. И несовершеннолетние это вообще дети еще. Мы говорим о тех, кто сидеть имеет право в ночных клубах. Мы говорим, боритесь с наркотиками, закроют клуб ночной. А он ничего, под дурачка работает. И милиция, 30 тысяч населения, Кущевска, он полковник, с какой стати? Таких норм у нас нет. Капитан должен сидеть, у тебя всего население 30 тысяч. Тогда там должен сидеть маршал в Краснодаре на 5 миллионов. Понимаете? Полковник сидит на 30 тысяч населения. Тогда в Краснодаре на 5-миллионный регион должен сидеть маршал милиции. То есть они даже себе погоны делают, так сказать. Побыстрее, побольше, независимо от того, сколько у них населения. Поэтому в каждом городе криминальные структуры и Сочи, и Туапсе, и Геленджик, и Анапа, и Новороссийск, и Тимрюк, и Армавирк, и Краснодар, и Кущевка. Кущевка это центр севера Казахстанского края. То есть специализация. Везде, где море, это борты, это отдыхающие, стратории, курорты, казино, ночные бары. А это северо-казахстанского края, это зерно и земля. И я уже говорил вчера в передаче, что я в марте, в апреле прошлого года обращался. К нам обратились фермеры, что отбирают насильно землю. Вот это самая банка Кущевская. И что мне отвечает на курорт края, факты не подтвердились. Начальник милиции края, ничего нет. Возбуждать угрозы жизни нет ничего. Вот, пожалуйста. Если бы их арестовали, по моей просьбе, в апреле 2009 года, этих кровавых событий в ноябре 2010 не было бы. Вот, мы реагировали. Мы реагировали. У нас убили координатора в ТОПСЕ в 2004 году. Ну и где результат? Нашего активиста убили. Убили нашего активиста в Краснодаре в 1996 году. Никого ничего не нашли. Тысячи людей убитых назад. Тысячи убитых. Большая часть преступлений не зарегистрированы. Поэтому ситуацию может спасти только тотальная замена всего админициативного и милицейского аппарата, и судебного, и прокурорского края. А они вот сейчас четырёх посадят, всё. И всё, и всё. И всё так осталось. Банда-то осталась в Кущёвке. Если они будут бояться. Всё, они сейчас затихнут, конечно. Затихнут. Почему? Это семья, которую они уничтожили, была последняя, кто сопротивлялась. Понимаете? Теперь там ничего не будет. Теперь нет его убивать. Они всех, кто сопротивлялся, убили. Кто струсил, испугался, землю забрали. Всё. Теперь в Кущёвском районе, всё, банда может отдыхать. Вся земля их, это бешеные доходы. И они будут отчитываться. Вот видите, в Кущёвке, всё. В 15-м году скажут, смотрите, пять лет ничего нет. Правильно, всех убили. Земля же не бесконечная. Всё, что можно, за 20 лет они отобрали. Это был последний фермер, который сопротивлялся. Последнего они вот таким жестоким образом наказали. Поэтому очень часто бывает статистика обманчивая. Да, ситуация улучшилась криминогенно. Не потому что хорошо работает милиция, правотору и суды. А потому что всех уже убили, изнасиловали. Или люди уехали из этого региона. А потом статистика пошла хорошая. Смотрите, как тихо и спокойно. Правильно, остались бабки, глухонемые. Всё, до свидания. Мы продолжаем. Лидер ЛДПР оценил новинки главной книжной ярмарки страны. Владимир Жириновский посетил литературный фестиваль «Красная площадь», который проходит в эти дни в столице. Масштабная книжная ярмарка заняла всё пространство от собора Василия Блаженного до исторического музея. Фестиваль представил широкой публике не только новинки российских книгоиздательств, но и нестареющую классику. Мероприятие приурочено ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка. Посетители смогут увидеть свыше 100 тысяч наименований книг на различных тематических площадках. Давайте. Где у нас? Продавец. Ярмарка. Разбежать. Вот видите? На красной площади ярмарка. Продавец где? С этого стенда. Берите и подходите к карте. Кто здесь приступает? Нет, мы не будем. Мы волонтеры. Что его написано? Скидка. Что нужно делать? Давайте позовём кого-нибудь. Вас разберут всё и всё. Всё разберут вообще. Что, раздавать можно что-то? Я буду раздавать. Мы пресс-служба. Ну а где они? Издательство. Дальше. Да, пишите. Давай. Маркёр. Наши книги кто раздаёт? Да, да. Вот, бесплатно раздаёт. Где раздаёт? Где раздаёт Добрый? Раздают по всей площади. По всей площади. Всё бесплатно. И в книгах наших правда. А здесь сказки. Время передоваться. Вот. Время передоваться. До консультации. До консультации. А кто дал книгу? А кто спросил. Передать женщине. Я прошу. А кто не тому дадим? Да. А кто на английском? А ты на русском. А кто забрать? Кто? Кто консультант здесь? Спасибо большое. Вы вот здесь выставили. Что делать? Люди хотят книги. Никого нет. А дальше что? Вот это я беру. Я не хочу туда. Здесь меня возьмут деньги. Слова стоят. Я не хочу стоять в очереди. Поддержать. Дорого. За сто пятьдесят. Ярмар. Березовский за сколько? Березовский. А? Нет. Сто рублей. Давай, делай. Вместе. Три головы. Всё подсёк. Уже было. Уже было. Давайте ещё раз. Всё, вот. Да было уже. И была уже. Три головы. Ань, давай ещё раз. Где? Всё, вот три головы. Нажимай. Всё. Спасибо большое. Поро. Вот здесь после Марка. И напишите, маленькую старочку. Здесь родилась родная сестра Владимира Вольфовича Лениновского. Кто такой Ковалёв? Его нету. И его забудут. 41, 42, 43, 45. Считай 45. Вашу пользу. Сюда, назад. Сюда, назад. Сюда, назад. Сюда, назад. Сюда, назад. Вот ЛДП. Вот ЛДП. Несплатно. Я вам наше. Давай, сюда. Вот там. Руку держите. Да. Давай сюда. Вот здесь. Вот ЛДП. В Москве состоялись примаковские чтения. Владимир Жириновский принял участие в работе Международного научно-экспертного форума. Лидер ЛДПР проанализировал риски нестабильного миропорядка и рассказал о возможных вариантах трансформации системы международных отношений. Я очень рад, что вот третий раз форум он расширил свои границы. И сожалею, что не был на предыдущих двух, потому что я не знал, во что он превратился. Я бы тогда пришел бы еще. Это был у нас и 16-й год, и 17-й. Теперь каждый раз буду приходить. Я хочу более конкретно рассмотреть все проблемы риска. И здесь у меня как бы укор теоретикам. Они иногда запаздывают. Но они не даваты. Легче давать анализ к прошлому, пытаться дать правильную оценку настоящему. А вот дать прогноз будущему, вот здесь, как бы очень важно. Я востоковед по образованию. И жил на нашем Ближнем Востоке, Средней Азии, Казахстан и вот Закавказье. Поэтому знаю это все. И работал там. Бывал во всех этих странах. Лично знаком много раз, имел беседы с Саддамом Хусейном, Мамер Макаддафи, Карзай, один из президентов Афганистана. То есть я хотел бы дать вот такие свои оценки. Ближний Восток – самая горячая точка. Здесь мира никогда не будет. Вьетнам закончился. Закончится и Корея. Не в этом году, так в следующем. То есть это были локальные конфликты. В конце концов и в Европе, может быть, успокоиться. Вроде Баски успокоились, может быть, там Каталония, Шотландия. Найдут какие-то другие формы своего участия в европейской жизни. А Ближний Восток – невозможно найти формулу, потому что это напряженная точка. Поскольку там нефть, газ – это в основном исламский мир. И два центра – суннитский и шиитский. Они непримиримы друг к другу. Им трудно договориться. И очень многонациональный регион. Поэтому, когда на Западе говорили, что режим Саддама Хусейна недемократический, надо его убрать, то они не понимали, в чем суть режима. И Саддам Хусейн понимал и иракцы, что да, нужно больше демократии, парламент, партии, выборы. Но тогда к власти придет шиитское большинство. И сунниты, и останутся без власти. И курды без власти. Там три составляющие. Саддам Хусейн, как суннит, держал-то чуть-чуть жестко, но был мир и благополучие, и процветающая страна. Мы убираем его. Он суннит и, по западным оценкам, диктатор. Тогда курды хотят независимости, а шииты хотят господствовать. И к чему привело это? К созданию ИГИЛ. И сколько беженцев в Европе? В Европу не северные корейцы приехали. И не баски там, и не каталонцы, и не шотландцы. Приехали миллионы беженцев с Ближнего Востока. Африка уже пошла в Европу, видя, как много арабов появилось, курдов и других национальностей в Европе. Поэтому европейцы сами заинтересованы, чтобы был мир на Ближнем Востоке. Вот здесь Киссинджера нет у нас сегодня. На прошлых формах он был. Но в его книге написано, что задача американской внешней политики уничтожить или как-то трансформировать 7 государств арабских. Практически выполнили Ливия, Ирак, Сирия. Значит, там может быть частично Ливан, Египет, Йемен. Но главное теперь это Иран. Я дал прогноз на основании моих встреч с представителями различных политических кругов, когда один из них в моем кабинете 10 лет назад сказал, решение о разгроме Ирана принято. Это ясно. Спасибо.